всем привет ну что сегодня мы со своими друзьями решили совершить очередное путешествие и путешествие это будет осуществлено на автомобиле и поедем мы сегодня из города москва столица нашей родины на средний дон то есть мы поедем в район города волгоград если быть точнее в район место которое называется хутор вертячий песковатка сады придонья многие знают название по каким-то там соком хотим поехать пожить на берегу в палатках сейчас уже 30 сентября золотая болгинская осень на улице и мы сегодня грузим свою машину на которой поедем погрузили лодку погрузили мотор сейчас будем грузить удочки будем грузить палатки спальники весь свой кемпинг и наверное сегодня 12 ночи мы тронемся в путь и надеемся завтра в 10 в 11 дня быть на месте будем искать место для лагеря станем на чем же мы поедем поедем мы на автомобиле toyota на внедорожнике на необычном автомобиле toyota мы поедем и сейчас я вам его покажу да это внедорожник toyota который многие из вас видели на дороге но не все наверно знают что это за тойота давайте вместе с ним поздороваемся он уже почти готов он заправлен сделано техническое обслуживание поменено масло проверено давление в шинах вот примерно вот такой автомобиль нас сегодня с вами повезет на средний дом fj cruiser toyota j cruiser вот что ребята до встречи в дороге красивый восход ждет встретил нас но вот так примерно загружен наш автомобиль забили его полностью наверху бокс взяли домкрат и джек на всякий случай потому что если что-то с колесом поднимать забитую до отказа машину в которой лодка мотор все наши вещи весь лагерь наверное будет непросто часть вещей бак пришлось привязать наверх бензином спа жилеты удочки сейчас немножечко отдохнем подышим воздухом и опять вперед на дом где-то отъехав 500 600 кадров москвы мы остановились заехали в поле чтобы набрать немного кукурузы до сварим ее по приезду олег питались расскажи нам что вы тут хотите добыть в этом поле потом на нее поймать сезанчика вот да ну что ж тоже хорошая идея проехали мы 600 километров от москвы поехали по м6 по моему правильно называется дорога это волгоград к значит считаю что оптимальным был бы вариант все-таки ехать по платке по м4 и после воронежа уйти на борисоглебский на волгоградку потому что около наверное 200 300 километров сплошные ремонты дорог сплошные линии и знаки обгон запрещен очень тяжело ехать средняя скорость 60 70 обгонять практически невозможно ставят посты дпс вот поэтому если вы соберетесь на дон и вам не не жалко будет во-первых потраченных денег 1000 рублей на платную дорогу а также лишних 100 километров но у вас будет спокойно средняя скорость 110 120 на платной дороге я думаю вы получите больше удовольствия потратите меньше денег на бензин и меньше устанете и быстрее приедете но мы выбрали этот маршрут в общем-то ни о чем не жалеем значит утро наступило со сном мы поборолись меняемся через каждые два-три часа за рулем пока все идет нормально движемся дальше солнце голубое небо все прекрасно но плюс 10 и довольно таки арктический холод такой ощущается хочется быстренько забежать в машину в общем мы попали на какое-то похолодание какой-то атмосферный фронт вероятно он арктический потому что днем обещают до плюс 20 но при этом ветер и ночью плюс 8 7 надеюсь что мы не замерзнем будем по крайней мере одевать на себя все что взяли ну что самое главное что мы рядом с природой мы едем на шикарную реку мы едем на рыбалку будем жить в палатке и отключимся немного от наших больших городов так лапана остановились немножко перекусить вот прекрасные такие конвертики и пирожочки напекла дочь сейчас алик виталий скажет спасибо василисе василисочка спасибо просто шедевры наш завтрак солнышко кукурузное поле прекрасное небо сейчас позавтракаем и в путь я на пещане приближаемся к реке дон осталось по на несколько километров до переправы по ровной дон сейчас мы проехали село сады бредония в деревне сады бредония мы закупились продуктами сейчас следует оборудую переправу ну вот стали в очередь на паромную переправу сейчас переправимся на другой берег дона вот паромная переправа здесь реку дон сейчас будем Вот наш второй автомобиль подъехал. Олег Витальевич, ну что, когда вы последний раз участвовали в паромной переправе? Я думал, во время военных действий, практически от этого города. Мы пришли на правый берег Дона. Переправились на пароме. Поехали. Поехали. Ну вот, первая палатка стоит. Мы прибыли наконец-таки на место. Река Дон. Значит, все, что мы должны были сделать для того, чтобы праздник удался. Да, вот Олег Витальевич у нас уже переоделся уже по форме. Значит, стол накрыт. У нас за столом различные язвы. Вот. Все, что положено для счастья рыбака. Ну вот так вот, пока мы запарковались, сейчас будем собирать доночки. Константин пошел ставить на ночь доночки. Надеемся, что сегодня ночью мы услышим звон колокольчиков. Дует ветер. Сейчас уже не очень сильный, но час назад он был ураганный. Но обещают, что он стихнет. Будем надеяться. Ну вот, такое место. С дровами проблем нет. Очень много сухих дров. Сейчас будем делать костер. И все, что нужно для того, чтобы мы улыбались. Ну вот, доброе утро, ребята. Постояли ночь у нас доночки, но оказалось, что мы встали на мелком перекате. Здесь плес. Глубина полметра от силы метр. Вот. Поймали двух шерешков. Пару небольших подлещиков. Ну, собственно, к вечеру, если надумаем варить уху, я думаю, что сейчас будем качать лодку. И исследовать акваторию. Сейчас будем ставить мотор на лодочку. Бак. В общем, сумки брать спиннинги. И попробуем выйти на воду. Попробуем потроллить. Найти пару ям. Покидать. Найти какую-нибудь косу. Немножко попробовать поджиговать. Как-то должна же откликнуться река нам. Вот. Ну что. До встречи на воде, ребят. Буду ставить мотор. Как на зло выключил камеру и взял на джиг вот такую рыбку. Называется она щука. Обратите внимание. Здесь щука на дону белого цвета. Она белая-белая. Даже когда тащишь ее, сначала кажется, что это судак. Вот. Но это происходит потому что, обратите внимание, вот такие белые горы здесь. И она мимикрирует. Она маскируется под белое дно, чтобы ее не заметила маленькая рыбка. И, собственно, вот она наша сегодняшняя уха либо копчение. Так, ребята. Ну что. Ловим дальше. Так. Вот. На такой виброхвостик. Двенадцатиграммовый, значит, грузик для джига. И свал глубины был от двух метров до четырех. Здесь бровка. Ну, вот с третьего заброса взялась. Так. Ну, вот опять не повесил себе голову прошку. Камеру снимаю на айфон. Значит. Ну, только что вот на джиг. Здесь ямка. Небольшая, пятиметровая. И мой брат поймал судочка. Надо посмотреть на него. Давай его сюда. Так. Вот он. Наставили тяжелый джиг. Так. Знаешь, как судочка отличить от берша? Нет. У берша нет клыков. Вот. А это клыкастый. Очень вкусный клыкастый. Так. Показываем. Показываем, какой у нас был воблер. Так. Ой. Так. Вот такой воблер. И вот такой судачок. Все. И сегодня на жареху. В лагерь поехали. Показываем. 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 Первый улов. Пока мы ходили. Ребята тоже тут. Немножко. Поймали. На доночке. Ясь. Подлещик. Судачок. В общем. Приезжайте на дон. Без рыбы не останетесь. Прекрасное завершение. Хорошего рыбацкого дня. На дону. Сейчас будем варить уху. Отожгли костер. Поставили котелок. Вот. Ребята стоят счастливые. Особенно Олег Витальевич, который сейчас будет чистить рыбу. Вот. Ну что. Следующий репортаж с готовой ухи. Вот такая полная луна вышла. Вот она сражается в воде. Так. Ну что. На рыбалке. Уха. Это продукт коллективного труда. Резали картошечки. Лучка. Морковочки. Подготовились. И сейчас. Вот. Олег Витальевич. Всем привет. Да. Сегодня взвалил на себя миссию чистки рыбки. Вот она уже наша щука тут. Готова. Сокрой оказалась. Так что. Скоро будет уха. Два. Присоединяйтесь. Вот еще. Два судачка. Два. Готова. Это у нас сегодня уха будет получается. Щука. Судак. Ясь. Окунь. Карась. Ну и еще добавим густерку. Жерих. Жерих еще точно. Вот. Видите какая будет у нас уха. Данская. Настоящая. Да. Ну что. Доброе прекрасное утро. На реке Дон. Переночевали. Поймали какой-то рыбки ночью. Потом вот взяли подлещика. Ну собственно. Просто пошли спать и прозевали половину поклевок. Вот ребята готовятся к очередному рыболовному дуну. Так. Олег Витальевич. Что ты? Доброе утро. Да решил поменять наживочку попробовать на червячка. Обязательно клюнет. Взял бутерброд. Червячок и кукурузку. Говорят это. Здесь тут безотказно. Сейчас так и сделаем. Да. Костик. А ты что делаешь? Конечно. Нежную снасть. Делаю. С надеждой, что все таки. Нежную снасть на кукурузу. Нежную. Понятно. На дону рыба нежная. И нам нужно делать нежные снасти. На хитрое на дону. Такое место у нас. Нежное. Да. Вода. Двенадцать градусов. Начало холодать. Да. Все таки уже октябрь. Первые дни. Ну что. Хорошего дня. Ребята. На костре приготовить себе завтрак. Два стола туда. Два стола туда. Зачем ты? Пусть она не мешает. Такая яйшинка. Садись. Охотничек. Колбаски. Хлебушек. На воздухе. У реки. Костерчик догорает. Очень все вкусненько. Приятного всем аппетита. Сняется. Сняется. Так. Ну что дорогие друзья. Вот. Олег Витальевич. Только что мы проходили на лодке. Увидели как бьет джерих. Встали. Заякорились. Не поленились. Начали бросать. И вот. Удача. И вот удача нас. Да. Нас. Все таки побаловала. Такой рыбкой. Донской жерих. Хорошенький такой. Я думаю на пару килограмм. Как слышите? Как слышите? Прием. Ну вот здесь поймали жериха. И решили перекусить. Вот так выглядит. Наш праздничный обед. По поводу. Горчичка. Хачапури моей дочке. Хлебушек. Немножечко сальца. Простите. Картошечка вареная. Козы. Перчик. Ну так вот. Такая незатейливая снять. Водичка. В общем. Почти все. Почти все. Да. Но поскольку законодательство запрещает рекламу алкогольных изделий, мы не будем рассказывать о них. Опустим маленькие подробности. Почти все. Почти все. Почти все. Почти все. Почти все. Пусть все. Пусть все. Пусть все. Пусть все. Пусть все. Ну, примерно вот так жарится вечером. Самая вредная и самая вкусная еда для русского человека. это жареная картошечка на хорошей тяжелой чугунной сковороде она приобретает запах костра и дыма и очень непревзойденный вкус а вот она луна встала и светит нам видите какая красота картошечка будет сегодня жареная отменная вот такая вкусная на костре жареная рыбкой сегодня едим жареного судачка которого поймали два константина вот и уже успели пожарить ну и мы привезли большого жереха сейчас нужно отправиться в сковороду на улице плюс навязано 18 звездное небо хотя на календарь октябрь но несмотря на это дон нас сегодня балует своей хорошей погодой это называется купание красного коня когда мы покидаем место рыбалки и отдыха обязательная процедура свою верную лодочку обязательно владелец может помыть по температуре воды которая сейчас 11 градусов было желание искупаться сегодня но что-то быстро пропало вместе с появлением ветра и прохладного осень октябрь мы отменили сегодня купание но лодку не быть нельзя поэтому вот так друзья мои все потихонечку собираемся утром втором спасибо этим местам друзья мои ну вот у нас логическое завершение отпуска маленького отдыха на дону значит это настоящая донская уха вот который мы только что сварили на огне из пойманной сегодня рыбки которые бы поймали я сейчас отключаю фонарик вот видно да и вот сейчас мы будем накладывать прекрасную уху для своих друзей рыбку отдельно потому что не все любят искать косточки в своей ухе. К небольшой досаде у нас нет зелени, которую нам не удалось купить в деревне. Представляете, в деревне нет зелени. Нам ее не заводят из города. Вот такое сейчас у нас время настало, что для того чтобы в деревне появилась зелень в магазине, надо чтобы ее завезли из города. Я считаю, что очень удачное завершение нашего прекрасного отдыха. И отдохнули мы в таком месте, с таким вот ландшафтом. Пробращаемся в свекой дом. Наверное, уже до следующего сезона. Держим дорогу на Москву сейчас. Вот загрузили свои машины. Кое-как закрыли двери, перевязали что могли на багажник. Лексус тоже бельком. Лексус пойдет на Питегорск, а Пуджик поедет в Москву. До свидания, Рикадон. Благодарим тебя за рыбу, которую ты нас накармала за воду, которую напоила и скупала на прекрасную погоду. До встречи!